Семен Банков Здравствуйте, Отец Семен. Добрый день. Сегодняшний выпуск хотелось бы посвятить духовному краеведению. И хотелось бы начать с первого упоминания о селении Яузское мытище. Расскажите нам, Отец Семен, как вообще проходило становление нашего теперечного города и вообще района в целом. Спасибо, дорогие телезрители. Приближаются несколько очень важных юбилеев нашего дорогого Отечества и конкретно нашей мытищинской земли. И прежде всего мы должны сказать о том, что песцовые книги Троица Сергиева монастыря фиксируют первое упоминание, первое топонимическое название мытищи. И ровно в этом году исполняется 390 лет. И другой юбилей, которому сейчас фактически, надеюсь, скоро будет приковано все внимание, это 300-летний юбилей главного храма нашего благочиния Владимирской Церкви Пресвятой Богородицы. Конечно, очень многое с тех пор изменилось, но мы не можем забыть, да и не должны забыть, что когда-то наша главная артерия, теперь она называется Ярославское шоссе, когда-то называлась Троицкой дорогой. И, собственно говоря, очень многие земли теперешнего нашего района, Пушкинского района и Сергиева Посадского принадлежали Троице Сергиеву монастырю. Это только в 1744 году, благодаря личному отношению, частому богомолию и паломничеству императрицы Елизаветы Петровны, статус монастыря будет поднят до уровня лавры. То есть это действительно такое событие, которое отразилось в том числе и на нашей истории. Отец Семен, я вас можно перебью? Хотелось всегда понять, чем отличается лавра от монастыря? В чем различие? Лавра – это главный монастырь. Если совсем по-простому, то речь идет о том, что, как правило, лавра является таким вот центром, часто церковно-административным центром. Иногда по причине какого-то колоссального влияния основателя монастыря она впоследствии называлась лавра. Иногда из-за того, что слишком большое значение, например, для духовного образования она имела. Вот все указанные мной пункты и, естественно, прежде всего, значение Троицы Сергиева лавры для самой Руси. Не спроста лавры называют духовным сердцем России. Это очень показательно, потому что, строго говоря, с Куликовского поля, как когда-то писал Василий Осипович Ключевский, Россия пришла туда разрозненной, а вернулась единой. И, безусловно, значение личности преподобного Сергия невозможно переоценить. И, строго говоря, все земли, начиная от севера Москвы, теперь это уже черта Москвы, и до современной лавры, до Сергиева Посада, все это когда-то находилось в пользовании Троицы Сергиевой лавры. Не случайно, если мы едем по любой дороге Матищинского района, мы многократно встретимся с упоминанием Троицкая. Мы уже говорили о дороге, Троицкая дорога. У нас большое количество Троицких храмов. Это и Троицкий храм в Болтяно, Троицкий храм в селе Троицком, Троицкий храм в Троице-Сельцо. Таким образом, наши благочестивые предки очень ярко показывали свое отношение, собственно говоря, к истинному Богу, к Святой Троице, и, естественно, к монастырю, который для очень многих крестьян был кормильцем. И очень важно, чтобы мы осознавали, что вот эта неразрывная связь наша с Троицкой Сергиевой лаврой, она, по счастью нашему, продолжается до сих пор. Это касается и тех же самых богословских курсов, которые открылись при Перловском приходе Донской иконы Пресвятой Богородицы. Там очень многие преподаватели, собственно говоря, костяк, база, фундамент взят из Московской Духовной Семинарии. Очень многие священники нашего благочения являются выпускниками Московской Духовной Семинарии или Академии. Наш управляющий епархией, митрополит Куртицкий и Коломенский Уиналий учился в этом духовном учебном заведении. Естественно, что вот эта неразрывная связь, можно сказать, как пуповина, она навсегда останется в нашей истории. Ее невозможно изгладить. И сейчас, когда мы отмечаем всевозможные юбилеи, мы должны вот эту ниточку историческую обязательно проследить. Для того, чтобы для нас было совершенно очевидно, какое колоссальное влияние имело духовное состояние наших предков на то развитие, которое мы увидим в истории. Конечно, можно себе представить, о чем идет речь, когда мы можем только вспомнить 1713 год, когда, собственно говоря, только-только, даже еще не до конца была отстроена новая северная столица, город Святого Петра, как его хотел называть Петр Первый. Естественно, что вот в условиях не самых благоприятных и экономических, в то время Россия еще вела, если мне память не изменяет, Северную войну. Естественно, что в условиях, когда страна была необычайно измотана многолетними воинами, то, что прихожане, а это подчеркивается в Песцовой книге, на средства прихожан построилась Владимирская церковь. Видимо, к тому времени Никольская церковь, которая, собственно, и упоминается в Песцовых книгах Лавры, совсем обветшала, и народ не захотел оставаться без Храма Божьего. И, конечно, история этого Храма, многократно перестраиваемого и до сих пор реставрируемого, она менялась, и она была свидетелем перемен и народных, и государственных. Поэтому для нас Владимирский храм, после того, как его отдали церкви, он действительно был вот той первой лампадой, от которой началось духовное возрождение. А он так и стоял на этом месте изначально? Да, он так и стоял на этом месте. Более того, насколько я знаю, нынешний брянский епископ Александр, который начинал духовное возрождение и впоследствии стал благочинным Матищинского церковного округа, Он, когда приехал сюда, он несколько раз проехал мимо бывшего храма, потому что там была пожарная часть, и те перестройки, в кавычках, которые случились с храмом, просто привели его в неузнаваемое состояние. И сейчас, прежде всего, благодаря простым нашим прихожанам, благодаря положительному отношению администрации, в частности, безусловно, мы должны помянуть добрым словом покойного первого избранного главу Матищинского района, Астрахова, который очень много потрудился для того, чтобы Владимирский храм, и не только Владимирский, был приведен в должное состояние. А закрыт он когда был? Закрыт он был, насколько я знаю, в 30-е годы, и с ним случилась печальная история, которая была, к сожалению, знакома очень многим православным. Дело в том, что сейчас мы можем хотя бы отчасти познакомиться с документами той эпохи, и сейчас историки совершенно однозначно могут сказать, что так называемые раскольнические движения, было такое обновленческое движение, которое захватило церковную власть в неблагополучное время, отстранило святейшего патриарха Тихона, законно избранного патриарха, и, собственно говоря, была инициирована ОГПУ. Вот именно эти люди, выдавая себя за подлинное церковное представительство, захватили очень многие храмы, в том числе и наш Владимирский храм. Слава Богу, это продолжалось недолго, и вот после, буквально в начале 90-х годов, храм начал восстанавливаться. Именно Владимирский храм был первым храмом, куда стали притекать, буквально прибегать те люди, которых мы иногда, может быть, не совсем положительно воспринимаем. Это лица без определенного места жительства. В начале 90-х их было очень много, и, собственно говоря, во всей московской епархии началось возрождение социального служения церкви. Справедливости ради надо сказать, что, конечно, мы любим и, как можем, благоукрашаем Владимирскую церковь и другие храмы, которые сейчас восстанавливаются, либо строятся. Но на Матищинской земле был один единственный храм, который никогда не закрывался. Он был построен, здесь уже совсем другая история. Здесь инициатива была не у простых прихожан и, собственно говоря, у народа, который молился в этом храме, а у князя Черкасского, который на свои средства построил храм Рождества Христового Сташкова. И именно этому храму было суждено вот эту свечу веры сохранять в самые мрачные безбожные годы, когда, собственно говоря, не было никакой возможности совершать ни социальные, ни молодежные служения церкви. И этот храм, поскольку он в таком своеобразном аппендиците, он оставался нетронутым. Не знаю, насколько это достоверные свидетельства, но говорят, что даже чуть ли не сама Крупская должна была приезжать его закрывать. Но что-то такое случилось, здесь это действительно овеяно тайной, но факт, что храм не был закрыт, и что в этот храм люди приносили очень многие святыни либо из своих домов, либо из закрытых и разрушенных храмов. Таким образом, у нас сохранилось православие и в живых носителях, и даже в церковной архитектуре. Слава Богу, сейчас и Владимирский храм, и храм Рождества Христова, можно сказать, сияют во всей карасе. Храм Рождества Христова сейчас сумел построить еще церковно-причетовый дом, где есть всевозможные формы церковного служения. Там даже есть такие необычные люди, которых можно назвать церковными неформалами, которые занимаются музыкой, которые ездят в том числе и в учебные заведения. Поэтому я очень надеюсь, что когда мы справляем какие-то юбилеи, мы прежде всего будем вспоминать то уникальное значение храма, не просто как архитектуры, а как средоточие духовной жизни. Потому что храм – это, во-первых, свидетель эпохи. Очень многие храмы, достаточно нам взглянуть на верши Владимирского храма, и мы увидим, что колокольня выполнена в форме шлема. Храм действительно воин. Он участвует вот в той самой битве за наши души, когда мы приходим и своими душами образовываем то, что называется великим словом церковь. И, конечно, сейчас, когда мы можем с радостью констатировать факт начала, очень осторожного начала возрождения, почему я так говорю, потому что мы должны отдавать себе отчет, что та волна и преступности, и агрессии, и всевозможных проблем, которые коснулось наших соотечественников, начиная с 90-х годов, когда было совсем неспокойно, она на самом деле была еще и той уникальной возможностью, которую мы еще не можем до конца осознать, которая наверняка должна быть еще исследована, но сам факт, что уже появились материалы о духовном кроведении Матищинской земли, это, безусловно, очень радостно. На следующий год, в 1714 году, была отстроена другая церковь уже из совсем другого угла Матищинского района. Это некогда родовое поместье генерала-аншефа Суворова, который был отцом нашего прославленного Александра Васильевича Суворова, генерализмуса, прах отца до сих пор покоится в этом храме. Надо сказать, что удивительным образом восстановление этого храма связано с нашим офтальмологом Федоровым, который первый еще в перестроечные времена обратил внимание на то, в каком совершенно упадочном состоянии находится здание храма, и он приложил достаточно усилий, чтобы храм не превратился в руины. Сейчас этот человек там покоится, мы знаем, насколько значительны его достижения в области офтальмологии, но церковь его знает еще и вот с этой стороны, что он был и восстановителем храма. Очень многие наши храмы мытищинские, они либо относятся к так называемому псевдорусскому стилю, например, Троицкий храм Болтяно, где, собственно, нет той привычной для нас по древнемосковской архитектуре апсидной части, алтарной части. Там фактически это куб, есть несколько храмов, которые, безусловно, являются шедеврами зодчества, в частности, и упоминаемый нами храм Рождества Пресвятой Богородицы у Рождественного Суворова, и, безусловно, всем известный, даже вот по заставке нашей передачи, храм Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Тайнинском. Дело в том, что... Это самый древний храм на территории? Да, по сути, по историческим данным, этот храм самый древний, он относится к 1675 году, начало его строительства, поэтому можно считать, что история, и новейшая история, они удивительным образом перекликаются. Он был и в числе первых открытых храмов еще в далеком, теперь уже от нас, 1989 году. И надо сказать, что и мытищенцы, и северная ТЭЦ, насколько мне известно, все принимали участие в восстановлении этой святыни. Он был разрушен, я знаю, что там в советский год была мастерская, магазин. Как часто это бывало в безбожные времена, из храмов делали всевозможные заведения, которые совершенно нецелевым образом использовали здания храма. Часто это приводило либо к полной, либо к частичной утрате убранства, потому что стиль Благовещенского храма, он настолько утончен, там есть столько резных деталей, что действительно, если разрушить такую тончайшую работу, потом достаточно непросто будет восстановить. Но наша современная церковная жизнь показывает, что действительно, очень многие наши соотечественники не хуже наших предков осваивают и кузнечное дело, и кровельное дело, и кирпичное дело. Слава Богу, у нас сейчас действует краеведческое общество, которое возглавляется, наверное, самым известным нашим краеведом Валентином Ивановичем Масловым. Дай Бог им здоровья и многих лет, чтобы они могли и дальше рассказывать и молодежи, прежде всего, и всему нашему обществу о том, какова была история Матищинского края. Она связана и с государственной жизнью. Мы очень скоро будем возвращаться к нашей светской истории, когда будем отмечать 150-летие Матищинского вокзала. Совсем недавно мы отмечали юбилей Матищинского водопровода. Конечно, то состояние, в котором сейчас находится не в ведении Матищинской администрации, а в федеральном подчинении памятник в Марфино, он в совершенно удручающем состоянии. Валентин Иванович Маслов целую передачу посвятил ему, показал, насколько страшно состояние. И, к сожалению, это находится в полномочиях федеральной власти. Поэтому очень хочется надеяться, что когда-нибудь обратят внимание, и не только на памятники церковного зодчества, потому что мы сейчас можем с благодарностью, прежде всего, обычным нашим гражданам, прихожанам, сказать, что благодаря их жертвенным трудам большинство наших храмов восстановлено в большей или меньшей степени. А вот памятники, которые являются исторической, культурной достопримечательностью, они остаются в ведении и, собственно говоря, должны быть реконструированы за государственный счет. Отец Семен, а как обстоят дела с новоделом вообще? Сколько за последние годы было построено новых храмов? И они строятся вообще на новых местах? Или когда-то там были церкви, они были разрушены вообще, да? И теперь идет восстановление? Или все-таки это просто новые места? И по какому принципу, вот мне бы хотелось даже узнать, я думаю, нашим зрителям тоже, по какому принципу выбирается это место, где строится храм? Критерии могут быть разные, но мне сейчас вспомнился один фундаментальный принцип древнерусской архитектуры. Он так и прописан в документах. Как мера и красота скажет. Именно поэтому, руководствуясь вот этим замечательным принципом, наши предки понимали, что действительно все дороги населенного пункта должны вести к храму. Храм, как правило, был на возвышенности, в центре города или поселения. Сейчас, когда мы говорим о новом этапе церковной жизни, то здесь могут быть самые разные примеры. Например, вот перечисленные нами памятники, которые, безусловно, на прежнем месте восстанавливались с учетом, насколько возможно, точного повторения оригинала. И вот эта сложнейшая, на самом деле, восстановительная часть деятельности общины, она показала, что не все так просто. Есть сложности, когда действительно нам очень недостаточно или совсем плохо удается восстановить первоначальный вид. Но есть примеры, когда подключаются квалифицированные сотрудники, в том числе научные, которые помогают восстановить первозданный облик. Иногда есть храмы, которые совершенно на новом месте. Например, можно упомянуть храм в честь великомученика и целителя Пантелеймона, который был построен прямо рядом с нашей Матичинской городской клинической больницей. На самом деле, это замечательный пример, не без сложностей в смысле проектирования, строительства, но сам пример того, что в самом тяжелом месте, где находится центр гемодиализа, где находится место, где очень многие люди страдают, и врачи прикладывают возможные усилия, чтобы облегчить им болезнь и вылечить их. Вот именно в этом месте, в 90-х, опять же, годах, появился этот удивительный храм. Он совершенно не вписывается, его даже невозможно назвать новоделом, потому что у него есть алименты даже из не только древнерусских, но и древнехристианских убранств, храмов. Там есть какие-то и грузинские нотки во внешнем декоре. Но, на мой взгляд, он очень удачно вписался в городскую архитектуру. Самое важное, что он очень к месту оказался. Сейчас, по сути дела, можно с уверенностью сказать, что большая часть нагрузки по окормлению больницы, если не вся нагрузка, лежит именно на этом приходе. Там часто бывает так, что настоятель отправляет каких-нибудь наших собратьев, оказавшихся без денег, иногда без документов, на родину. Община собирает, например, лекарства или памперсы, или инвалидные коляски для людей, которых не могут даже держать больницу. Занимается еще и благотворительностью. Да, на самом деле, это почти незаметная деятельность церкви. Сейчас этот храм пытается расширить свое присутствие. Там начались в том числе и строительные работы. Действительно, кто был в этом храме, кто совершал крещение своих родственников, видели, что, собственно говоря, вся хозяйственная часть находится под землей. Это очень неудобно, там совсем мало места. И, слава богу, сейчас, я надеюсь, что местная администрация выдаст разрешение на строительство этого церковно-притчатого дома. И мы будем, исходя и из церковной практики, и из нормативных документов, и, строго говоря, из велений самой жизни, рядом с храмами обязательно обустраивать прихрамовую территорию. И надеюсь, что вот это широкое церковное служение, которое началось в непростых 90-х годах, оно будет только увеличиваться. Конечно, нашей передаче недостаточно будет упомянуть об истории всех наших храмов. Надо сказать, что на сей момент в Матищинском благочине 28 приходов, и когда мы вспоминаем, что когда-то был совсем один храм, и в 90-х только передали Владимирский храм, то можно даже в смысле численном понять, насколько сильно увеличилась церковная жизнь, насколько она начала целенаправленный рост. Что касается совсем новых храмов, вот я как раз настоятель храма, который только сейчас запроектирован, мы только будем приступать к строительству, то здесь всегда перед общиной всегда остаёт очень важный вопрос, насколько тонко нам удастся вписать в существующую застройку здание храма, чтобы действительно храм занимал подобающее место. Любой архитектор нам подскажет, что есть такое понятие, как архитектурная доминанта. И если мы увидим методы строительства древнерусских городов, то мы заметим, что действительно красота, вот наша Москва, по крайней мере дореволюционная, была таким ярким свидетельством, что действительно Москва была одним из самых красивых городов. Я ни в коем случае сейчас не отнимаю у Москвы первенство, может быть и сейчас она самая красивая, но мы понимаем, что современная застройка, когда типовые здания делают тот же самый какой-нибудь жилой квартал совершенно серым, требует действительно очень такого тонкого искусствоведческого подхода. И мы вот в нашем поселке Поведнике как раз стараемся, чтобы самые лучшие образцы, к слову сказать, за образцы были взяты памятники древнемосковского зодчества, занесенные в реестр ЮНЕСКО. Это Троицкий собор в Троице-Сергиеве-Лавре и храм Успения на Граце в городе Звенигороде. То есть вот самое лучшее, что было у наших предков, мы должны иметь в виду. И естественно, что в смысле технологическом сейчас абсолютно уместно применимо то, что мы называем новыми технологиями. Это и в смысле строительства, и в смысле теплоизоляции, и в смысле коммуникации во многих смыслах, но мы должны отдавать себе отчет, что храмы Божии всегда строятся неимоверно трудно. И в большинстве случаев очень редко бывает так, чтобы один-два человека могли взять на себя финансовую нагрузку по строительству храма. Как правило, все начинается вот с порыва народного. Потом бывает, конечно, разные люди помогают. Например, так случилось с храмом святителя Николая Никола Прозорова. Когда-то очень многие считали, что восстановить этот храм совершенно невозможно. Сейчас, по сути, система водохранилища, канал имени Москвы, разделяет два родовых поместья, которые когда-то были совсем рядом. Это Рождество на Суворово и Никола Прозорова. Вот исторически сложилось так, что династии Суворовых и Прозоровских были в родственных отношениях, и, исходя из современной географии, и с одной стороны канала, и с другой стороны были построены храмы. Но оказалось, что нашлись люди, которые в почти никому неизвестном поселке Прозорова отстроили замечательный храм, сейчас достаточно приехать и взглянуть, насколько тонко они смогли сохранить убранство, чтобы понимать, что действительно сейчас в смысле строительства церковь переживает, можно сказать, светским словом, бум. Отец Семен, к сожалению, наше время подошло к концу. Вот подытожить наш разговор мне хотелось бы такими словами, чтобы храмы строились, восстанавливались и чтобы люди в них шли. Да, потому что живые храмы Божии, души людей – это самое ценное, что есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok